Полтора гектара земли между школой новостройкой и храмом Рождества Христова занял сквер. Новая зона отдыха для горожан готова на 60%. Техника уступит местам и тишинцам уже в начале октября, доложил представитель генерального подрядчика Андрей Герасимов, главе муниципалитета Виктору Азарову. Но уже сейчас можно сделать вывод. Участок получился неплохой. Он был зажат, когда в стройке, его не так было видно. Сейчас он открылся, уже по-другому смотрится. Участок между церковью и ЖК Рождественский уже приобрел законченный вид. Уложена тротуарная плитка, посажены деревья, засеян газон. Сейчас строители расширяют существующую парковку. Они создадут 25 дополнительных машиномест и благоустраивают территорию, прилегающую ко второму корпусу гимназии номер 16. В выездном заседании приняли участие активные жители 25 микрорайона. Они особенно ждут новый сквер. Не упустили возможность поделиться своим мнением и прохожие. Спасибо. Очень здорово так держать. Спасибо. Мы очень довольны. Здесь, где погулять. Вы знаете, как бы, с одной стороны, каменные джунгли надоели. Вы посмотрите, одни дома. Да, конечно, мы пенсионеры. Нам хотелось бы, чтобы был парк, где можно было погулять, отдохнуть, подышать. Большое спасибо. Мы очень рады. Очень спасибо. Хорошо, что будет сквер, потому что рядом пешей доступности с ребенком, если только на площадках гулять. Когда с маленьким ребенком, с коляской, хорошо будет, я думаю, что... Однако совершенству нет предела. Глава муниципалитета Виктор Азаров все же внес коррективы. Необходимо увеличить количество зеленых насаждений и найти место для детской площадки. Такое задание он дал строителям. Я считаю, надо увеличить функционал. Это установить современную детскую площадку. Поэтому сегодня посмотрим. Решение есть. Надо найти финансирование. Хотелось бы поставить такую детскую, не просто детскую площадку, а комплекс детский, развлекательный. Они есть. Современные, очень удобные, востребованные родителями, детьми. Поэтому мы этот вопрос, наверное, решим. И этот проект догрузим вот этим. И плюс озеленение дополнительно. Сейчас мы будем с проектировщиками связываться и определять место расположения детской площадки с устройством малокарактерных форм, качели, карусели. И дополнительно встал вопрос о недостающем озеленении. Поэтому будут выставлены кусты и деревья. Также уже завтра вдоль дорожек нового сквера установят скамейки диваны, чуть позже мачты освещения. Они будут похожи на те, что освещают территорию школы новостройки. Таким образом, авторы проекта планируют создать архитектурный ансамбль на этой территории. Надежда Звягинцева, Олег Степанов, Первый, Мытичинский.